На биостанции Института проблем экологии и эволюции в Черноголовке живут и размножаются дикие кошки. Евразийская рысь – самая крупная из рысей. Наша евразийская рысь не настолько обильна, как можно полагать. По данным последних учетов, численность рыси в России вряд ли превышает 27-30 тысяч особей на всю Россию. Кошачьих довольно сложно разводить неволе. В первую очередь это связано с тем, что биология размножения этих видов изучена в недостаточной степени. Ученых интересуют особенности брачного поведения, уровень гормонов, качество спермы диких кошачьих. Самка Квайт пока не обзавелась потомством, поэтому ведет себя мирно. У самки рыси Ноти два котенка, так же, как у самки Анжи. Матери готовы яростно защищать своих детенышей. Котятам сейчас около месяца, но уже через две недели эти милые крошки покажут, что они настоящие звери. В возрасте около полутора месяцев детеныши неожиданно начинают драться между собой, пытаясь убить друг друга, то есть пытаясь убить однопометника. Иногда вполне успешно. Порядка 10% детенышей, участвующих в драках, погибает. На биостанции ученые пытаются понять, от чего зависит это поведение и как его преодолеть. Второй модельный вид – дальневосточный лесной кот. Самец Чип недоволен торжением оператора на свою территорию, но агрессию проявляет издалека. А самка малая даже позволила взять своих котят. Им тоже около месяца, но они еще слепые и беспомощные. Лесная кошка – это все-таки не рысь. Но котят нужно вернуть. Физиологию, биохимию и размножение биологи изучают в лаборатории. Животных обездвиживаем, собираем сперму с помощью электроэкуляции у самцов и в дальнейшем анализируем по основным параметрам. Так выглядят сперматозоиды рыси. Чтобы оценить уровень гормонов в плазме крови и вытяжки из фекалий, использует спектрофотометр. Он измеряет оптическую плотность, по которой вычисляется концентрация белков. Работа биологов позволит создать оптимальные условия для размножения диких кошек в неволе и лучше понять их поведение в природе. Надежда Маркина, Евгений Лешин, Никита Токарев, Инфокс.